Эко-хутор Аха Эко-хутор Аха Эко-хутор Аха Эко-хутор Аха Эко-хутор Ахутор 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 А Но, к нашему большому удивлению, они очень быстро привыкли к людям. И, как вы, наверное, уже видели, они кушают даже с рук уже. Это удивительно, но я думаю, что мы правильно ухаживаем за ними, даём правильный корм. У нас заготовлен ягель специально. Это то, что они едят в повседневной жизни, разнообразия у них вообще-то нет в природе. И, возможно, посредством правильного кормления они очень быстро здесь приспособились у нас. Здесь всё зависит от человека. Как человек решил, так оно и должно быть. Ведь во многих семьях живут кошки с собаками. Скажем так, тоже не очень-то животные, которые дружат с друг другом. И, тем не менее, и спят вместе, бывает. Также здесь вот собака маламут, которая имеет вообще-то волчьи гены, она абсолютно спокойно относится к оленям, так же, как и олени к ней. Никто никого не боится, потому что все здесь чувствуют себя в безопасности. Сюда приезжают не только туристы, но и экологи. Вместе с нашей съёмочной группой здесь побывала заведующая отделом Республиканского экологического центра Мария Булыгина. Она решила объехать территорию эко-хутора Аха, где из шести гектаров площади пока освоено два. И есть ещё где развернуться. Мария, как вам трасса? Замечательно. Очень непередаваемые ощущения. Я впервые на собаках. Очень приятно, очень здорово. И вообще такой замечательный отдых от сложной городской жизни. И здорово, что есть такое место у нас, где можно вот в лесу отдохнуть и почувствовать себя ближе к природе, намного чем чувствуешь себя, когда находишься в городе. Ну, здесь было болото, и это болото было завалено мусором. Сейчас здесь твёрдая почва, у нас пруд, у нас даже есть горочки. То есть вот это всё сделано, можно сказать, так, частично из мусора. Конечно, вот смотря на эти фотографии, я так вот и вот на то, что сейчас уже сделали, очень-очень сложно представить себе, как тут было. Очень сложно, что здесь было. Сколько вывезли грязи по этой дороге, вот, роскошно сейчас, ведущий поселок? Ну, если говорить в объёмном, но кивуаленте я не считал, но примерно это было 60-25-тонных КАМАЗов. Впечатления самые прекрасные. Вообще здорово, что есть такие места. Буквально вот рядом с городом, такое шикарное лесное место. Чувствую себя просто вот на подъёме. Даже вот вообще, ну, трудно поверить, что здесь был какой-то технический объект, свалка, там какая-то стройка, ещё что-то. Потому что сейчас, правда, ощущение, как будто бы вот оно в первобытном, в первозданном виде, лес, естественная природа, и, ну, так, как сохранилось в течение многих-многих лет, многих веков, может быть. Даже если просто приехать посмотреть сюда, это всё равно, это вокруг еловый лес, это свежий воздух, это чистая вода, земля, то есть всё равно это уже оздоровление. Вот именно уделять внимание чистоте или охране окружающей среды, мне кажется, в последнее время стали больше. И это тоже не может не радовать, хотя в то же время и показывает, сколько проблем, всё больше и больше проблем показывает вокруг. Все туристы, приезжающие отдохнуть в эко-хутор Аха, непременно хотят прокатиться на собаках-хасках. Ведь совсем рядом находится питомник собак. Его хозяйка сердечно принимает гостей. Это очень замечательное соседство, выгодное, потому что люди, туристы, которые приезжают в Карелию, даже и сами жители Карелии, которые посещают эко-хутор, с радостью потом приходят в наш питомник. Потому что что может быть ближе к природе, чем собака? И это как раз самый первый экологически чистый вид транспорта. То, что получается, таким образом мы дополняем друг друга. Это, наверное, очень интересно, когда из помойки делают эко-хутор. Наверное, нам нужно всем взять и сделать так из нашей большой земли большой-большой эко-хутор. Потому что здесь был просто... Ну, я вообще не думала, что, в принципе, это место, как бы, туда можно будет заходить. Вот так вот, да? Потому что к нему подъезжаешь, подходишь, и было очень... Ну, в принципе, непонятно. Понятно, что это какая-то помойка, да? И, то есть, там эти горы, там чего только не было. И металлолом, и, ну, просто какие-то неподъемные арматурные конструкции, которые казалось вообще, в принципе, даже и не убрать, да? То есть, вот как вывозить просто целую свалку? Непонятно. Но, вроде, все получилось. И не просто хорошо, а получилось, но отлично. И теперь это экологически чистое место. Люди, конечно, просто в восторге, да? Никто не знает, какова была предыстория всего этого, да? Сколько пришлось... Я думаю, у всех складывается впечатление, что это вот просто великолепный дивный лес, и в него вот так вот поставили какие-то сооружения, да? Которые прям, ну, по традициям древности, да, сделаны, да? Те же самые заборы, например, да? Вот, поставлены в вольеры, прям вот в лес вписали, и вроде бы все так, как и было, да? Никто не, даже не задумывается о том, что для того, чтобы это стало так, как вот сейчас, чтобы это смотрелось настоящей природой, было потрачено очень много сил. Карелия у нас, она вообще, у нас она позиционируется, ну, и регион такой, у нас же больше, там, 60 тысяч озер, там, рек, примерно столько же, вот, и транспорта, собственно, был, это лодки. И как бы Карелия, она без лодок, наверное, и не представляется. У нас вот все-все на воде. И поэтому одна из задумок наших, это, ну, сейчас, тем более, такое идет, что лодки деревянные, вот эти лодки, они исчезают. И одна из наших задумок, это сохранить посетителям, показать, вот, на каких лодках передвигались Карелии, как их делали. Потом у нас каждая же лодка строилась в соответствии с водоемом. Например, вот эта лодка называется Симозерка, что ее строили на Сямозере. И каждая лодка носит отличительные черты водоемов. То есть про каждую лодку можно рассказывать целую историю. А вот в Киже вы подарили такую? А, в Киже мы подарили Симозерку. Почему? Потому что в Кижах представлены несколько домов с Пряжинского района. Это дома, которые вывезены с нашей территории, с Сямозера. И мы посчитали уместным подарить в Киже. Музей очень обрадовался этому, что у них представлен дом Сямозера. Николай, а вот помните, вы участвовали районом? В Кижской регате. В Кижской регате. Вот ту лодку и подарили? Да, это была очень старая лодка. Она пролежала в Камышах больше 15 лет. Мы ее восстановили, привезли в Киже. И думаем, что обратной дороги она бы уже до Петрозаводска не выдержала бы. Ее тащили Волоком за пароходом. И когда мы участвовали в гонке, она набирала воды. Мы еле-еле финишировали. Мы умудрили еще второе место на ней занять. Это лодка-долбленка, это уже история. Сейчас этих лодок уже никто не делает. Но у нас есть мастер, это у него уже третья долбленка. Наш хороший приятель, и вот он нам эту лодку подарил в наш, скажем так, начинающий музей. А это весло, вот обратите внимание, как оно сделано, да. Оно сделано из целиковой доски. Но это надо подобрать. Это не доска, это растение, ну дерево. И лопасти у него не надо, как вот профессиональное грибное, видите. Не надо крутить руками. То есть это вот, одно это весло уже музейная достопримечательность. Что же дал этот проект, экохутер Аха, реализованный на месте огромной в несколько гектаров свалки? Я думаю, что этот проект, ну, во-первых, каждого человека, побывавшего здесь, заставляет задуматься, а надо ли, надо ли оставлять после себя костровище незатушенное, выброшенный мусор, и что останется после нас, или после посещения нами там вот этих мест. То есть мы об этом здесь доносим, говорим об этом много. А в целом для Карелии, я думаю, для Карелии, для России, дал возможность увидеть, что можно сделать со свалками. Здесь, я думаю, будет экохутер. То есть мы в ближайшей перспективе планируем здесь карельскую избу, то есть воспроизвести полностью быт, полностью быт карельского, ну, традиционного, как проживали традиционные народы там, Карелии, да, крестьяне. Чтобы человек, познакомившийся с подворьем, познакомившийся вот с приусадебным хозяйством там, пройдя, чтобы он мог окунуться в эту атмосферу, побывать вот именно в том времени. Ну, идея такая.